Прорубь на Семеновском озере в Мурманске скромная, всего метров пять в длину. На соревнованиях бассейн будет больше 25 метров, а дистанции до 200. Мурманские пловцы придумали способ подготовки к чемпионату в стесненных условиях. Резинка нужна, чтобы создать имитацию плавания, так как на соревнованиях нужно будет не просто находиться в воде, но и активно работать. Технику, говорят пловцы, нужно нарабатывать в бассейне. В холодной воде тренируется вносливость. Ольга Мешкова – мастер спорта по плаванию. Ледяная прорубь ей совсем не по душе. Сегодня согласилась нырнуть только после долгих уговоров. В жизни она моржеванием не занимается и в холодную воду ныряет исключительно на соревнованиях. Ощущение всегда приятнее после, потому что очень сложно заходить, а пока ты достраиваешься и готовишься к заплыву, ты перестаешь думать о суете, о которой вокруг нас в жизни. И когда ты выходишь, ты уже выходишь счастливым, здоровым и замерзает безумнород. Мужчины к холодам относятся более спокойно. К домику моржей на Семеновском озере приходят не только в канун соревнований, но и в другие дни просто поплавать ради удовольствия. Помогает дух спортивный и азартно не чувствуешь холода. Желание, желание. Было желание, пришел в феврале и затянул. Занимаюсь столько лет. Григорий зимним плаванием занимается 8 лет, Олег 12. В команде, которая готовится представлять Мурманск на соревнованиях в Петрозаводске, будут и опытные спортсмены, и те, кто полюбил холодную воду не так давно. Самому младшему участнику 10 лет, самому старшему больше 70. Всего на данный момент зарегистрировались 30 спортсменов из Мурманска, готовых выйти на старт в любую погоду. В холодную погоду проще зайти в воду, но тяжелее выходить. Ну, а в теплую, наоборот, соответственно, легко стоять и разговаривать, как сейчас, например. То есть, если сейчас тепло? Сколько сейчас? Мне кажется, очень холодно. Кажется, десятка лет. Чемпионат по зимнему плаванию в Петрозаводске до недавнего времени был российским, но несколько дней назад о своем желании участвовать заявили финские и белорусские спортсмены. Так, соревнования приобрели статус международных. Пройдут они в конце марта на Онежском озере.